МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С нашим постоянным экспертом, историком Москвы Филиппом Смирновым, мы ходили на экскурсии по городу в самые разные исторические периоды. Куда мы только не ходили. В частные дома и парки, в рестораны и магазины, в монастыри и гаражи. И все это время не ходили мы только в туалет. Филипп, здравствуйте. Здравствуйте. Уже хочется. Хорошо. Но мы сможем найти, я думаю, что в нашем городе довольно большое число исторических туалетов. Хотя тема канализации и тема справления нужды в нашем городе практически не раскрыта. До сих пор. Это одна из самых серьезных проблем, особенно в канун грядущих спортивных событий. Тот факт, что, собственно говоря, в общественных уборных очень малое число в городе. Развитие общественного туалета в нашем городе началось с довольно такой забавной истории. Произошло это всего лишь навсего в 1912 году. До этого момента разговора об этом вообще не стояло. Существовала площадь, она сейчас есть, она называется Лермонтовская, по-другому она называется сквер Красные Ворота или Красновородский сквер. Она располагается между зданиями Министерства путей сообщения, высоткой на Красных Воротах и Красновородским проездом, рядом с которым находится конструктивистская поликлиника. В этом сквере традиционно был и рынок, и биржа сезонных рабочих. Это центр города. И владельцы окружающих домов обратились к владельцу этого сквера, который, собственно, и взимал плату за то, что здесь у него такая вот биржа, люди приходят, выкрикивают какую-то работу, кто-то соглашается на эту работу. Сказали, что просто нет больше никакой возможности, потому что все окрестные подъезды и все окрестные улицы превращены бог знает во что. Не было системы канализации. И тогда он, собственно, выкопал большое подземное сооружение. Оно действует до сих пор. Это первый достоверно подтвержденный существующий общественный туалет в нашем городе. Тогда работал, так сказать, по замкнутому циклу. Ну, естественно, конечно. Канализация как таковая... Нет, ну, на самом деле, канализационные сети развивались очень активно, причем тоже этому способствовал приезд столичного гостя, назовем это таким образом. В конце 19 века, во второй половине 19 века, был очень длинный период, когда Москвой, назовем, правил московский генерал-губернатор Владимир Долгоруков. Его очень любили москвичи, называли его отцом. И когда он ушел на заслуженную пенсию, вместо него был назначен великий князь Сергей Александрович. Прибыв в Москву и обнаружив страшную грязь, первое, чем он занялся, это работой со всякого рода сточными водами. Ну, он пошел в Московскую городскую думу, прошло заседание, и после этого заседания было отдано указание разработать проект московской канализации. Московскую канализацию разработали, и начиная с 1897 года она начала постепенно расти. Были придуманы Люблинские поля и рации, были придуманы насосные станции, были придуманы прокладка труб, и постепенное подключение всех домовладений к непосредственно канализационной сети. А раньше-то как было? Это что, была выгребная яма рядом с каждым, пусть доходным домом, приезжает золотаря, откачивает и уезжает? Конечно. Вот только тогда? Да, совершенно верно. Более того, есть в Москве улица Золотая, которая происходит по своему названию ровно от того, что там были большие выгребные ямы, куда все эти бочки сливались. Еще забавная штука, благодаря золотарям, осенизаторам, возникло выражение «дойти до ручки». Что такое московский калач? Московский калач – это такая булочка, у которой есть ручка. Естественно, что осенизатор имеет дело с довольно серьезным заражающим продуктом, и оно все равно хотят есть. Поэтому они покупали калач, брали его грязной рукой за эту ручку, обкусывали до основания, и когда они доходили до ручки, они отдавали эту ручку либо воробьям, либо тем, кто и такой кусок хлеба не погнушается съесть. И вот это выражение, собственно, оттуда и появилось. Сейчас оно уже приобрело дополнительные значения, жесткие. А дошел до ручки тот, кто не погнушался... Да, либо тот, кто не погнушался есть, подобрать после золотаря, либо тот, кто просто его доедет. Просто дошел, да, докусал. Да, докусал. Вот такое тоже связанное с этими замечательными... То есть были водовозы, и были совершенно возившие другое, осенизаторы. И когда на повладении было... Обязательно существовала вещь, которую называли ретирада. От французского глагола ретире. Да, очень симпатичное значение. Более того, ретирады существовали и в 17 веке. Это был просто, естественно, обычный туалет прямого падения. Ничего там, никаких вотер-клозетов не было. Потому что его, собственно, изобрели только в 1810-е годы. И в этот момент мы находились в тяжелых отношениях с той же самой Великобританией, где его изобрели. И этот товар люксовой категории не поставлялся долгое время в Россию. А потом... То есть, простите, не было смыва? Да. Был просто, так сказать, самочек, но... Да, самокодырка, и могли быть устроены желоба, но в любом случае, понятное дело, что... Из квартиры, то есть не было... Вода подавалась же... Нет, в квартирах этого не устраивалось. Выходило во двор обязательно. Домовладения были все не выше третьего этажа. И поэтому, ну, ты шел на двор. Выйти на двор и сходить в туалет, это приблизительно синонимы. Ну, синонимические, по крайней мере. Значит, дома были просто на ночной горшок, могло быть. Да, да, совершенно верно. И в том числе и в усадьбах, и так далее. Иногда использовалось, как и в Европе, для справления нужды, использовались каминные порталы. Совершенно адекватно, просто и ясно. А не поэтому ли вся Великобритания, все фасады покрыты внешними чугунными трубами, которые устраивались после того, как прошло время, когда этого не было вообще возможно? Да, но в Москве невозможно укреплять чугунные трубы на фасаде, потому что все замерзнет. И в этом смысле развитие канализации двигалось очень большими темпами уже в советское время. И как раз я говорил про то, что появилось довольно большое число общественных туалетов. Более того, знаменитая сцена из одного из кинофильмов «Бриллиантовая рука», где режиссер спускается в сооружение с буквой «Мы» и «Жо». Это сохранилось место, но находится на территории парка культуры. Там ровно он дислоцированно, выходит близко к Ленинскому проспекту. И это, получается, четвертый по старшинству общественный туалет города Москвы. И он уже возник в советское время, уже после 1928 года. То есть расстояние между ними приличное было. То есть где-то в середине прихватило бежать далеко. Ну, естественно, да. И тем не менее практически все советское время вот эта тема как-то в городе не развивалась. И была очень, ну, такая непостыдная, безусловно, но особенно это актуально было в те же самые 60-е годы 20 века, когда Москва расширялась оршинными темпами, то есть там какими-то аховыми, и присоединяла к себе бывшие предместия. И у людей не было навыка пользования. Откуда появились, например, в Хрущевке совершенно убогие по размеру комнатки? Потому что советские инженеры считали, что это не так обязательно уделять внимание гигиене вот в этих вот пространствах. Потому что в ту пору у людей сохранялась привычка не пользоваться частными ваннами и туалетами, а ходить все-таки в общественные бани, в которых тоже в том числе были общегородские доступные туалеты. Вообще существует фобия, когда люди боятся выйти из дома, чтобы их где-нибудь по дороге не прихватило. И порой мы шутим, обсуждая эту тему, но проблема очень серьезная. Может быть, наш разговор чуть-чуть поможет в решении этого вопроса. Ну, хотелось бы верить в это. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Среди многочисленных рисунков Микеланджело есть один особенный. Беглый шарж, изображающий самого художника за росписью Сикстинской капеллы. Он был сделан на полях сонета, описывающего то же событие. Василий, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Вообще юмор меняется. Если бы вы рассказали свежий анекдот Микеланджело, он бы смеялся? И какой бы он, например, анекдот мог рассказать? Так как вы специалист по карикатуре и по юмору. Ну, юмор, безусловно, меняется. Но, с другой стороны, Микеланджело – это не самый обычный представитель своего времени. Он, безусловно, был человек с юмором. И вообще Микеланджело нам известен как скульптор, архитектор, живописец. И рисовальщик. И рисовальщик, может быть, в первую очередь. Рисунок вообще был для флорентийского искусства центральным понятием. И Микеланджело, ну, совершенно точно один из величайших рисовальщиков. И рисунков у него очень много. Очень много сохранилось, а было еще больше. И в данном случае этот рисунок, да, действительно сопровождает сонет. И, собственно, сонет же его и лучше всего описывает. Я позволю себе прочитать в замечательном, хотя немножко прихотливом переводе Абрама Эфроса. А сзади складкой выточено в строчку. И весь я выгнут, как сирийский лук. Среди этих, тадакук, рассудок мой пришел к суждениям странным. Плоха стрельба с разбитым сарбаканом. Так, живопись с изъяном. Но ты, Джованни, будь в защите смел. Ведь я пришлец, и кисть не мою дел. Особенно, конечно, впечатляет вот этот конец. Кисть не мою дел. При том, что это пишет Микеланджело, который расписывает Сикстинскую капеллу. Своё главное живописное произведение. Одно из величайших достижений мировой культуры. Дело в том, что... Ну, Микеланджело действительно считал себя скорее скульптором, чем живописцем. Но в это время к тому были особые основания. Микеланджело начал расписывать Сикстинскую капеллу. При этом делал это в одиночку. Ему сначала помогали ученики, но он их отозвал, потому что они всё только портили. Закончил её на треть, и вдруг роспись начала покрываться плесенью. Причём такой сильной, что даже не стало за этой плесенью видно фигур. Он не заблёл технологию. В отчаянии он пришёл к папе Юлию и в сердцах объявил, что всё, что им создано, погибло. Продолжать он не может. И вообще он скульптор, а не живописец, и просит его освободить от этого задания. Но папа Юлий был не так прост. Он вызвал на помощь инженера... Ну, во-первых, он сказал, наверное, аванс получил, во-первых. Ну, друг, безусловно, да. И вызвал опытного инженера, который подсказал, как справиться с плесенью, и всё, слава богу, прошло, и работа была продолжена. Но знаете ещё, на что я обращаю здесь внимание? Вы всё-таки он с большим уважением изобразил себя, чем те сюжеты, которые он изображал. Согласитесь, не слишком он был наборжен, наверное? Ну, можно в эту сторону повернуть. С другой стороны, это его творение. В данном случае он смеётся, я думаю, не над сюжетом, а над самим собой и над своим творением. В этом смысле это очень самокритичный рисунок. Как сам по себе, да, он здесь менее смешон, но, впрочем, тоже с такой гротескной анатомией, которая так подробно описана в сонете. И дополнительная ирония заключается в том, что вот вся эта насмешка над анатомией, все эти смешные фигурки, они описывают роспись, сплошь составленную из прекрасных, пропорциональных, замечательных фигур. Собственно, в этих фигурах состоит главная выразительность фрески. И в этом смысле это такая многоуровневая ирония. Ну, можно понять его, а, скорее всего, у него в мастерской стояли начатые уже скульптуры, грубо отёсанные глыбы карарского мрамора. И в голове что-то роилось. Ему тут приходилось висеть, калечить себя. Плесень-то не только влияла, наверное, на фрески, но на него самого влияла, будь здоров, когда вокруг тебя плесень. Ну, что ж, да, сказать, что весёлой истории не могу, но он, на всяком случае, с юмором к ней относился, очевидно. Да, совершенно верно. Спасибо большое, Василий. Спасибо. Правила нужно соблюдать, если они полезные, и нарушать, если они глупые. Есть правило, что модельную карьеру нужно начинать в юности. А почему, спрашивается. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Еще есть правило, которое, мне кажется, совершенно необязательно всегда выполнять, а именно спрашивать даму о её возрасте. Ну, мне 72 года, я этого не стесняюсь. Видите, мне даже кажется, что это в какой-то момент становится, может быть, элементом гордости, когда ты сообщаешь свой серьёзный возраст, и при этом выглядишь в разы лучше людей, которые в этом возрасте находятся. Вы являетесь моделью сейчас. Сколько уже вы этим занимаетесь? Ну, модельное агентство наше существует два года почти. До этого уже два года мы собирались вместе, выполняли общую работу. А так я на съёмки бегала ещё в молодые годы, массовки участвовала. Вообще, что такое быть моделью? Какова жизнь моделью? Большая ответственность за своё здоровье. Потому что тебя завтра ждут на съёмке, а тебе сегодня стало плохо, если ты там что-то, ну, не так сделал. Ой, и надо за этим следить. Я раньше не следила вообще. Ну, и потом, вот эти съёмки – это огромная радость. Это всегда на стыке моменты творчества. Они приносят великую радость. Когда у тебя что-то получается. Я живу долго этими моментами. А как происходит? Я просто никогда не присутствовал при этом, и очень любопытно. Как происходит работа с фотографом? Вам фотограф даёт какое-то задание, автор этого проекта? Что вам сейчас нужно делать? Я не имею в виду практически «иди туда, сядь здесь» или «стой там». Есть ли какой-то режиссёрский разговор режиссёра и актрисы? Ну, вот как принято сейчас, режиссёр говорит, делай. Я буду смотреть и выберу, что надо. Или я посмотрю, может, что-то новенькое будет. Также и фотографы, и операторы, они просто ловят что-то. Говорят, ну, подвигайся теперь. Как подвигайся? Ведь помимо платья, помимо прически, макияжа существует ещё то, что нужно. Какой образ вам нужен? Может, я как раз хотел спросить? Если определённый образ, пожалуйста, дайте мне музыку под него. И музыка уже ставит последнюю точку, потому что любой образ этой музыки можно или испортить, или наоборот углубить. Я поняла, что в основном образ ещё составляет внутреннее сознание в этот момент, настрой. И если в глазах там что-то есть, тогда это очень красиво. А бывает красиво одета, красиво накрашена, вообще красивый человек. А глаза пустые, и всё. И ничего. И у меня есть такие, когда не готов, видимо, или наоборот о чём-то таком задумался, не очень интересном. И всё. И уже никакого образа нет. То, чем вы сейчас занимаетесь, это больше художественный проект, идея фотографов привлекать людей с серьёзного, солидного возраста для демонстрации одежды? Или это просто часть индустрии одежды и продажи этой одежды? Просто раньше это было не совсем типично. Вот вы много знаете людей, занимающихся вашим делом, вашего возраста сегодня? Ну, у нас в агентстве уже довольно перелисьный коллектив. Я даже не ожидала. Не ожидали что? Я действительно не ожидала, что... Ну, я себя не вижу со стороны, я не воспринимаю себя как модель и прочее, прочее. Это уже как бы вот приходит, так получается. А вот когда я вижу наших женщин и ребят, их работы, я восхищаюсь просто, насколько талантливые люди, открытые, талантливые люди. Я этого не ожидала. Они есть, их много. Замечательно. В этом смысле вы, наверное, даете потрясающий пример того, как можно выглядеть, как можно себя чувствовать и чем можно заниматься, когда, казалось бы, уже считается, что это пенсионный возраст. Поэтому, в общем, глядя на вас, наверное, очень многие приободряются. Ну, я не скажу, что я каждый день хожу вот такая красивая, в красивых костюмах. У меня и обычный вид, и обычная пенсионерка. И вижу вокруг замечательных людей, которые следят за собой. А, в общем-то, нужно идти всегда, находить положительные моменты в любом случае. И сейчас вот это не профессии, я даже не знаю, это мое хобби, видимо. Потому что я же не работаю фактически, а иногда только прихожу и снимаюсь. Это не так часто бывает. Но я научилась открываться. Один фотограф фотографировал меня. Вот близко уже, это крупный план был. И он говорит, какая открытость, какая открытость. Не знаю, все ли модели могут открываться. Ольга, спасибо вам большое, что согласились прийти в нашу студию. И больше всего я вам желаю получать удовольствие от того, что вы делаете. Это вы сказали в самом начале, и я все время об этом думал. Понимая, что это вообще самое главное. Мы, в общем, для этого живем, чтобы радоваться. У вас это получается. А надеюсь, что и других будет получаться, которые нас сейчас смотрят. Спасибо вам еще раз. Алекс, привет. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Я знаю, что у вас там приготовлено. Просто хочу сказать, что вот есть радости приходящие, а есть радости, но если не вечные, то почти вечные. У вас вот про одну из таких. Вот сегодня мы действительно с Алексеем, мы с вами хотим поговорить о том, чем же мы отличаемся от всего остального мира, чем мы можем этот мир удивить. Вот в эти осенние-зимние деньки, когда особенно хочется тепла, прийти с мороза, выпить горячего чая с вареньем, приложиться к батарее, не знаю, у кого камин, разжечь камин, вдруг... Но нет. Вот эта фотография. Давайте посмотрим. Что мы видим? Что мы видим на... Мы видим снегопад. Такого снегопада давно уже не видали мы. Мы видим несколько восточных людей. Я полагаю, что это ребята из, наверное, Узбекистана или Таджикистана. И у всех у них в руках мороженое. Стаканчики с мороженым. И они его с удовольствием едят. Вот в этот морозный зимний день. Кто еще, скажите мне? Можно просто на стаканчике еще. Это вафельные стаканчики. Да, это вафельные стаканчики. Прекрасное изобретение. Чье-то, когда не нужно ничего утилизировать. Съедаешь посуду. Да, съедаешь, в общем-то, посуду. Действительно. Они делают это с удовольствием. И я смотрю и вспоминаю, что и я в детстве сделал это с удовольствием. Я давно не ел мороженое на морозе. Но, в общем-то, это же было прекрасно. Можно предположить, что температура окружающего воздуха ниже, чем температура мороженого. Поэтому они греются. Хорошая версия. Да, возможно. А вот интересно, как вы думаете, это гости города или студенты? Ну, судя по возрасту, наверное, студенты. Это очевидно Москва. Ну, судя по задним фасадам, очень пышным. Может быть, даже это чуть ли не большой театр. Я так очень-очень плохо видно. Но, судя по вот этому рельефу цокольного этажа, это что-то очень помпежное. И, скорее всего, в стиле классицизм. А может быть, и сталинская застройка. Но что-то грандиозное. Ну, очевидно, да. Не провинция. Имперская. И вот надо, почему нет, перекусить перед Лебединым озером. Очевидно. О, это тоже. Принес не одну фотографию. Снег усиливается. Снег усиливается, снегопад все больше. Торговля идет все более и более бойко. Это, мне кажется, более раннее время. Судя по чемодану у девушки в руках, раньше так в 70-80-е чемоданы не носили. Вот они тоже в ларьке. Я всегда как-то жалел этих женщин, продающих мороженое. Они были особенно утеплены, замовчены. Но вот в этих платочках под снегом продавали вот такое холодное. И я принес еще третью фотографию. И вот как раз, видите, это заботливая продавщица. Вот с кого надо брать пример, так это с нее. Смотрите, что она сделала. Она палочки воткнула в мороженое. То есть это дополнительная услуга какая-то? Да. Ну, какая-то, видимо, ее инициатива. Может быть, клиентов не так много. Это уже, видите, не вафельные, это бумажные стаканчики. Такое мороженое фруктовое продавалось за 7 копеек. Это было типа сорбе. Я застал это. Но это были середины 70-х. Это была вообще какая-то невероятно изысканная история. Фруктовое? Да. В наших краях, а это была Латвийская СССР, Рига, там, конечно, самое дешевое мороженое было весма. И это было лимонное мороженое. Оно стоило 8 копеек. На одну копейку дороже вашего. Чем западнее, тем на копеечку дороже. Да, да, да. Ну, вообще, вот, Алекс, что я сказал вначале, действительно удивительная штука. Что такое мороженое? Ну, в общем, ерунда, собственно говоря. Все доступно. Но каждый раз, когда ты покупаешь мороженое, когда ты надкусываешь его, ты испытываешь все-таки какую-то детскую радость. И она по-прежнему живет. Причем в любом возрасте. 5 тебе лет, 50. Моя мама любит мороженое. И каждый раз это какое-то особое настроение было. Праздник. Хотя, ну, что такое? Ну, мороженое. Мороженое. Ну, что, роскошная история. Спасибо вам. Погуляли. Спасибо вам. Погуляли по свежему снегу. Захотелось мороженого. Пломбира. Или крем-брюле. Или сливочного. Так, чтобы немножечко подтаяло причем. Спасибо большое, Алекс. Спасибо. Что ждут россияне от наступившего Нового года? По данным социологов фонда «Общественное мнение», большинство ждут улучшений в экономической и социальной сфере. И единственное, что их беспокоит, это социальное неравенство. Это проблема станет острее, по мнению, 40% россиян. Про оптимизм россиян относительно улучшений понятно. А беспокоиться относительно неравенства не стоит. Я, например, знаю, что на планете живут люди, чьи возможности превышают мои в 100 тысяч раз. И что? По этому поводу начать беспокоиться? Так можно и захворать. Так что будьте здоровы и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин